Дорогие мои в Господе, братья и сестры, все друзья, гости, все, кто сегодня посетил Дом Божий, все, кто сегодня слушает или смотрит нас через интернет, всех вас сердечно приветствую именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И желаю всем вам обильных благословений при слушании Слова Господня. Прекрасную песнь мы только что пропели. Я люблю тебя давно, так давно, так давно. И когда мы пели, мне пришла мысль, мне хотелось спросить сейчас каждого из вас, друзья, а все ли мы можем действительно сказать от сердца, Господь, я люблю тебя давно. Не только спеть, да, мы поем все красиво, мы все поем, может быть, даже стройно, но как в моей жизни? Как на самом деле дела обстоят? Могу ли я сказать, Господи, я действительно люблю тебя давно, я люблю тебя не только на словах, я люблю тебя всей своей жизнью, делами своими? Об этом мы сегодня также будем говорить. Как вы, надеюсь, помните, в прошлые месяцы мы с вами исследовали вторую главу книги Откровения и также начали третью главу и размышляли над посланиями Иисуса Христа к пяти церквам. Мы говорили о том, что Эфесская церковь потеряла первую любовь. Заметьте, друзья, церковь в Эфессе потеряла первую любовь. Я не знаю, пели ли они песни, я люблю тебя давно, но оказалось, когда Господь посмотрел на них, Он сказал, ты должна покаяться, потому что вспомни, ты не спала уже, ты потеряла первую любовь. А если не покаешься, то приду к тебе и сдвину светильник с места, на котором находится. Мы также говорили о Смирнской церкви, о том, что эта церковь была особо гонимой. Да, в то время многие церкви были гонимы, но именно эта церковь в Смирне отличалась тем, что она была особо гонимой. Она потерпела многие страдания, многие действительно были искушения, испытания в ее жизни, в ее судьбе, но Господь помогал им все это пройти, и она оказалась достойной перед Господом. Мы также говорили о Пергамской церкви. Эта церковь отличалась тем, что нашла на компромисс с миром, к сожалению. Но сегодня в наши дни есть немало церквей или, может быть, просто христиан, называющих себя христианами, которые идут на компромисс с миром. Мы также говорили о Феатирской церкви, о церкви, которая оказалась не просто идущей на компромисс с миром, она оказалась развратившейся. Друзья мои, да сохранит Господь всех нас от этого. И мы также говорили о Сарадийской церкви, о церкви, которую сам Господь назвал мертвой церковью. Помните, друзья, Христос сказал этой церкви, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Об этом мы говорили в прошлом месяце вместе с вами. Действительно страшно услышать такие слова в свой адрес, из уст даже не кого-то, может быть, из великих служителей этого мира, но из уст самого Господа, который знает нашу жизнь до деталей. Перед Ним ничего нельзя скрыть. Сегодня приглашаю вместе с вами поехать дальше. Мысленно переместиться, попутешествовать дальше по Малой Азии, переместиться в следующий город, в город Филадельфия, посетить церковь в этом городе. Ведь к этой церкви Господь тоже обратился с определенным словом и сказал тоже важное, насущное, актуальное слово для этой церкви. Ну давайте, прежде всего, мы откроем наши Библии, надеюсь, у всех они из вас есть. Книга Откровения, 3 глава. И прочтем, что же написал Господь, с какими словами воскресший Иисус Христос обратился к Филадельфийской церкви. Откровение, 3 глава, читаем 7 стиха. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю то, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всеуселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего. И имя мое новое, имеющий ухода слышит, что Дух говорит церква. Итак, мои братья и сестры, прежде всего, и в этот раз мне хотелось бы немножко сделать краткий экскурс в историю. Немножко посмотреть на этот город с исторической точки зрения. Город Филадельфия, справочники библейские словари и другая литература, говорит о том, что располагался на холме, и он находился примерно в 50 километрах на юго-восток от города Сардиса, того города, о ком мы вели речь в прошлый раз. Сегодня на этом месте находится турецкий городок Ала-Шахир, это западная часть Турции. Этот город был основан колонистами из Пергама, царствования Аталы II, так говорит история, который царствовал в Пергаме где-то между 159 и 138 годами до Рождества Христова. Филадельфос по-гречески означает «любящий брата» или «братская любовь». И этот царь, который царствовал в Сардисе, он настолько любил своего брата Еумена, что получил прозвище Филадельфос, и в его честь и был назван этот город. Город, который мы сегодня называем Филадельфия. Прошу вас, друзья, не путать с тем городом, который находится на востоке Соединенных Штатов. Хотя и этот город, я смотрел в справочной литературе, он тоже получил название, собственно, переселенцы, иммигранты, которые приехали с Европы. И, конечно же, помня об этом городе Филадельфия, известном, знаменитом, благословенном городе, нужно сказать, вот городе Филадельфия. Они в эту честь также, в последствии, может быть, многих историков назвали этот город, который находится в Соединенных Штатах. Но мы сейчас говорим не об этом городе, не о нашем, не о американском, не тот, который находится в Пенсильвании, а о том, который находился в Малой Азии. Это, может быть, я поясняю для молодых наших братьев и сестрах, чтобы вы понимали, о чем мы ведем сегодня речь. В 17-м году нашей эры город Филадельфия была разрушена сильным землями. Римский император, который правил в то время Тиберий, он также был щедр по отношению и к жителям этого города, как и по отношению к жителям города Сардиса, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. И он тоже выделил немалую сумму на восстановление этого города и благодарность жителей этого города. После того, когда они восстановили этот город из руин, из развалин, некоторые дома еще оставались стоять, но, тем не менее, очень многое, что было разрушено. И они переименовали свой город в город Новокесария, то есть новый город Кесария. Затем история продолжала царствование другого римского императора Веспасиана. Жители еще раз изменили название. Они дали этому городу название Флавий, потому что Веспасиан происходил из рода Флавиев. Правда, ни то, ни другое имя очень долго не закрепилось за этим городом. И спустя некоторое время название историческое этого города было снова восстановлено. И этот город, и дальше уже, и постоянно, до тех пор, пока он был, назывался Филадельфия. Филадельфия. И жители этого города прекрасно понимали, что значит получить новое имя. Друзья мои, хотя этот город, по сравнению с другими, о чем мы с вами уже говорили на протяжении этих месяцев последних, может быть, ничем особым не отличался. Ни в политическом плане, ни, может быть, в экономическом плане, ни в плане, может быть, религиозных каких-то особых ситуаций, и там, как это мы говорили с вами о других городах и церквах, по крайней мере, история об этом молчит. Я ничего не нашел, что бы особо выделяло этот город. Но вместе с тем, благодаря тому, что в этом городе была однажды зарождена церковь, живая церковь Господа Иисуса Христа, этот город стал известным не только в первом веке, во втором или в десятом, но этот город известен и до сих пор, до нашего времени. И этим именем, названием Филадельфия, сегодня называют многие и церкви, и организации, и миссии, и так далее, друзья. Никто из нас, я думаю, не слышал, что бы кто-то назвал свою церковь Владикия, или, может быть, Сардис, или что-то другое. Но есть церкви, в мире которой названы Филадельфия, друзья. Почему это? Потому что из всех семи малоазиатских церквей эта церковь, несомненно, была самой выдающейся. Заметьте, она не слышит от Господа здесь ни порицания, ни угрозы, ни упрека, а только одну похвалу. Заметьте, что когда мы прочли, вот нигде мы не заметили, что Господь чем-то укоряет эту церковь в Филадельфии. Лишь две церкви не имеют от Господа никакой угрозы, никакого, может быть, упрека. Эта церковь в Смирне, страдающая, гонимая церковь и церковь в Филадельфии. Но Филадельфия даже и здесь имеет преимущество перед Смирной. Почему? Потому что в Смирне предсказывали страдания и скорбь. И понятно, что когда мы слышим о страданиях, которые должны нас встретить, мы всегда переживаем, мы всегда не хотим по-человечески, чтобы это случилось в нашей жизни. Но вот Филадельфия была освобождена от всего подобного, хотя скорби должны были прийти на всю Вселенную. Из истории нам известно, что даже в самый тяжелый час, который постиг Малую Азию, как сам город Филадельфию, так и христиан, находящихся в нем, в то время бедствия не коснулось, и они остались невредимыми. О чем мы сейчас говорим? Когда по Малой Азии прокатывались полчища турок, мусульманы, все другие города пали, Филадельфия продолжала стойко стоять. Это было очень непростое время. Это было время, когда мусульмане с мечом в руках приходили в христианские дома и ставили перед ним, или делали для них, чтобы не сделали один лишь выбор, либо признать Коран вместо Библии и Магомета своим пророком, либо видеть, как их сыны и дочери будут проданы в рабство, а дома предавались пламени, и собственный их семейный домашний очаг обогрялся кровью. Избавление Филадельфии от этого испытания кажется невероятным, и вместе с тем, это исторический факт. Когда мы читаем даже исторические источники, мы видим, что это исторический факт. В течение многих веков этот город Филадельфия оставалась среди язычников, которые окружали уже, занимали многие территории вокруг, оставалась свободным греческим городом, последним бастионом христианства Малой Азии, и пала она только в начале 14-го или в середине 14-го века, так говорят историки, которые исследовали вот те обстоятельства, которые характеризуют этот город. Но, друзья мои, мы сегодня, может быть, так немного только коснулись этой исторической части, чтобы мы понимали, почему, что и зачем, но сегодня мы больше хотим посмотреть, что же происходило не только в городе, но именно в этой церкви. Как там было? Что Господь сказал к этой церкви? Насколько нам важно сегодня услышать и понять, что мы можем для себя взять из всего того, что Господь сказал для этой церкви? И к этой верной, заметьте, церкови. Эта церковь характеризуется верностью. Пусть вот это название этой церкви останется в нашей памяти. Эта церковь, которая имела братскую любовь. Филадельфия. Эта церковь, которая была верной Господу. Господь обращается со следующими словами. И ангелу филадельфийской церкви напиши, «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который творяет, и никто не затворит». Затворяет, и никто не творит. Заметьте, друзья, какие титулы здесь избирает Христос, чтобы представить себя этой церкви. Он говорит, «Святой, истинный, имеющий ключ Давида». Святой, истинный, имеющий ключ Давидов. Таким Он есть, таким Он был, таким Он навсегда останется, Господь Иисус Христос. И давайте сейчас остановимся отдельно на каждом из этих определений, которыми характеризует сам себя Бог, Господь Иисус Свят. И эту святость невозможно описать человеческими словами. Мы, может быть, чаще слышим в наших церквах о том, что Господь есть любовь. И нам так всегда по сердцу, нам так всегда приятно слышать, что Господь наш любит нас, что Он есть любовь, что Он пострадал за грехи наши, что Он прощает нам все наши беззакония, что Он любит и любовь свою доказал тем, что Сын Божий Иисус Христос умер на кресте Голгоф. И это действительно правда, это так и есть, друзья. Но вместе с тем, помимо того, что Бог есть любовь, мы должны понимать, что Бог есть также Святой Бог. И мы сегодня тоже находимся в присутствии не только любящего Бога, но Бога Святого, Бога Праведного, Бога Справедливого. Праведность Божия так же велика, как и Его любовь. Святость Божия так же велика, как и Его любовь. Я есть Бог Святой, так представляет Он себя церковью Филадельфии. Вспомните слова самого Бога, обращенный однажды к Моисею, стоявшему у горящего куста в пустыне. И он сказал, сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Услышав повеление Господня, конечно же, Моисей повиновался, немедленно сделал это, то, что Господь ему сказал. И на его обуви, безусловно, была грязь и пыль дорог. А также, скорее всего, был даже навоз овец, ведь он в то время был пастухом. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы во свете вот этих историй библейских, как истории с Филадельфийской церковью, так вот и с Моисеем, подумали о себе сегодня. Как обстоят дела сегодня с нами? Как мы поступаем сегодня? Снимаем ли мы в духовном плане свою грязную обувь, когда мы приходим на собрание, когда мы приходим в Дом Божий, на место, где через Слово Свое к нам говорит Сам Господь? Быть может, в течение последней недели или даже дня перед воскресеньем кто-то из нас поругался со своим мужем или со своей женой, или дети поругались, может быть, с родителями, или родители с детьми. Возможно, мы кого-то осудили, а может быть, оклеветали, или совершили что-нибудь другое, любое другое, грешное, что горчает нашего Господа. Вопрос. Привели ли мы это сегодня в порядок? Мы сегодня все пришли сюда, в Дом Божий, все мы, может быть, красиво, празднично одеты, все мы, может быть, выглядим очень даже неплохо, но, друзья мои, сегодня речь о другом. Привели ли мы нашу духовную жизнь в порядок? Очистились ли мы в крови Иисуса Христа? Рассказались ли мы о всем том содеянном, что мы сделали, сказали и подумали хотя бы за прошедшую неделю? Сняли ли мы с себя эту грязную обувь, обувь нашей грехов и беззаконии, обувь всего нечистого, ту пыль, грязь, которая наслоилась на нашу обувь за прошедшую неделю? Мы сегодня находимся в присутствии Святого Бога, как тогда стоял Моисей перед этим Богом, сегодня мы с вами также находимся перед этим же Богом, если на наши обуви все еще налипла грязь, навоз, греха, беззаконие или чего-то другого. Если мы приходим, может быть, постоянно в таком состоянии, садимся на собрание, как ни в чем не бывало, поем псалмы, поем, может быть, другие какие-то песни, и мы, может быть, и слушаем Слово Господне, мы молимся, но мы забываем, к сожалению, о том, что наш Бог, которому мы служим, которому мы поклоняемся, является Бог, Святой Бог. Друзья мои, если кто-то из нас и сегодня пришел в Дом Божий в таком состоянии, то мне хотелось бы сейчас спросить таковых. Скажите, как долго вы еще будете играть этот благочестивый спектакль? Друзья мои, Бог ведь знает все. Перед Богом мы ничего не сокроем. Долго ли мы еще будем играть в этот благочестивый спектакль? Как долго будем прогневлять Господа своей нечистотой, стоя на святом месте Его? Господь сказал Моисею, сними обувь с твоих ног, потому что место, на котором ты стоишь, земля святая. Присутствие святого Бога, даже самое малое, оно проявляется, и Господь видит, и Господь спрашивает нас, что сегодня мы ответим Господу на этот вопрос. Или может быть другой пример, когда пророк Исаия, являвшийся замечательнейшим евангелистом своего времени, призывавшим народ Божий, народ израильский, к осознанию своих грехов, покаянию, к очищению, он встретился однажды лицом к лицу со святостью, высоко превознесенного в храме своем, мы читаем, великого Бога, и слышал слова Херувимов, «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то он в страхе воскликнул, помните, какие слова он воскликнул? Он сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Итак, если Бог является человеком в своей святости, то не только пьяниц, не только, может быть, блудницы, или кто-либо другой, о ком мы иногда смотрим так свысока, но даже и проповедники Евангелия готовы в ужасе кричать, «Горе мне, погиб я, я человек с нечистыми устами». Когда Исаий увидел всю святость Божью, праведность его, что ему открылось в нем, то он увидел свои нечистые уста. Которые способны были преувеличивать, даже лгать, как сегодня обстоят, друзья, у нас с вами. Когда мы сегодня слушаем эти истории библейские, подумаем о себе, осознали ли мы уже в себе этот грех, нечистоту своих уст. Ведь все ли из нас знают и помнят о том, что преувеличивая или приукрашивая действительность, мы на самом деле лжем, мы на самом деле обманываем. Друзья мои, это тот же грех, правда, наполовину хуже самой отвратительной лжи. Она втает в себе еще большую опасность, и потому она так часто используется дьяволом для совращения человеческих душ. Вот почему первое, что осознал пророк, при виде славы и святости Божьей, это нечистоту своих уст. Отсюда его полный страх и ужаса крик, «Горе мне! Погиб я!» Эти слова не были лицемерием, не были, может быть, друзья, видимостью благочестия. Исайя действительно осознал то, что происходило в его сердце, в его душе. Он увидел во свете святости Божьей свое настоящее духовное состояние перед Господом. И именно сознание нашего истинного состояния является тем, чего больше всего ожидает от нас Господь. Как только пророк пришел к этому выводу, как только он понял, в каком он состоянии находится перед Богом, то Бог сразу же послал ангела своего, написано, и этот ангел взял горящий уголь жертвенника и сказал, «Это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Слышите, друзья мои, это произошло в жизни Исаии, пророка Господня, о котором мы сегодня еще читаем, восхищаемся, слушаем. Также многие очень важные, актуальные, замечательные мысли и сегодня мы слышали уже с книги пророка Исаии, и когда он столкнулся со святостью Божьей, вот как он отреагировал на это, друзья. «Мой брат и сестра, мой друг, ответь себе сам, имел ли ты уже эту встречу со святым и праведным Богом? являл ли он уже тебе свою святость, во свете которой ты говорил, горе мне, погиб я? Понимал ли ты уже хоть однажды в своей жизни плачевность своего духовного состояния? Вопиял ли ты Господу со словами, погиб я, спаси меня, Господь? Господь, если этого не было в твоей жизни еще не раз, я должен тебе сказать, мой друг, ты все еще погибший, ты все еще не встретился с тем настоящим Богом, которому мы служим и поклоняемся с библейским Богом, святым, праведным, Господь, который видит и знает все. Только через эту дверь осознания своей греховности, только через дверь глубокого раскаяния можно войти в Царство Небесное. Сегодня люди, они не хотят, может быть, многие этого делать, сегодня многие люди ищут какие-то окольные дороги, пути, они не хотят войти через дверь спасения, не хотят подчиняться божественным условиям вхождения в эту дверь, но пытаются зайти, может быть, как-то со стороны. Но Библия таких людей называет очень прямо, что это воры и разбойники, которые пытаются зайти с разных сторон, но не по той дороге, которую проложил сам Господь Иисус Христос. Есть только одна дверь, запомните. Есть только одна дорога в небо. Это сам Иисус Христос. И Он Бог Святой. Святость Его включает в себя все. Если мы служим такому Богу, который не требует от нас святости, друзья, то это не истинный Бог. Я хотел бы еще раз повторить эту мысль. Если мы с вами служим такому Богу, который не требует от нас святости, то это не истинный Бог. Это не библейский Бог. Это не тот Бог, о котором мы читаем на страницах Библии, потому что библейский Бог ожидает от нас и желает, чтобы мы проводили дни свои в святости, в чистоте перед Ним. Вот о чем мы должны помнить. Далее второе определение, которым характеризует сам себя Бог. Он говорит, я Бог истинный. То есть тот, который и сам является истинным. Помните, Христос сказал о себе, я истинный путь, и истина, и жизнь. Господь является первым и последним. Он начало и конец. Он является истинно последней инстанцией. Перед Ним нет ничего сокрытого. Он постоянно сверстит всему тому, что происходит в нашей жизни, что происходит в нашем сердце, в наших мыслях. От святости его, от его всепроникающего света. И перед этим святым и истинным Богом однажды придется предстать каждому из нас. Каждому из нас, мои братья и сестры, каждому из нас, друзья дорогие, даже вне зависимости от того, мы верующие или не верующие. Потому что перед Господом придется однажды каждому из нас предстать. И мой вопрос сегодня, понимая, перед кем мы ходим, кому мы служим, кому мы поклоняемся. А поклоняемся мы святому и истинному Богу. Готов ли я встретиться с Ним, даже если эта встреча будет завтра или сегодня, друзья? Готов ли я предстать пред этим святым и истинным Богом? Вот на этот вопрос каждый из нас должен иметь определенный, ясный и четкий ответ. Наконец, Господь... ... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если Господь сам затворит дверь, она будет закрыта, через затворенную им дверь не пройдет ни один противник, и даже никто из нас, мои братья и сестры, не сможем это мы сделать. Но если Господь открывает двери, то также никто не сможет и затворить ее. И это касается не только церкви, это касается мира, государств, в котором мы живем, или, может быть, в которых мы раньше с вами жили. И опять-таки, нет времени для того, чтобы проводить примеры. И, друзья, напомните, что Господь имеет эту силу и власть, как отворять, так и затворять. Христос отворяет двери возможностей для своей церкви, Христос отворяет двери для слова своим служителям, отворяет двери входа, двери сердца человека, отворяет двери доступа в видимую церковь, ставя и определяя свои условия при общении к ней, двери доступа также к небесной церкви, согласно утвержденным им же условиям спасения. Но, Господь, еще раз хочу обратить ваше внимание, что Господь не только отворяет. Нам всегда, может быть, больше нравится, когда Господь что-то отворяет для нас, когда открываются перед нами двери, и желательно, чтобы они были пошире, получше, потому что мы хотим чего-то, может быть, часто большего, но Господь и затворяет двери. Он затворяет, когда Ему угодно, Он затворяет те же двери возможностей для церкви и двери для слова, придавая, может быть, упорных грешников, их гордил. Бог затворяет двери, также, друзья, для неверующих и для нечестивых. Как это Он сделал? Помните, как Он однажды затворил двери Ноева Ковчега? Господь определил, вот до этой черты вы можете иметь возможность спасения, а затем Я затворяю свои двери. Помните, друзья, даже животные, даже, может быть, ослы, может быть, слоны и так далее, мы сейчас, звери, птицы, присмыкающиеся, многие из них смогли войти в Ковчег спасения. А люди, которые часто себе думают, что они очень много знают, что они очень мудрые, очень умные, они не смогли воспользоваться этой дверью спасения, потому что Господь закрыл. И как бы ни стучали ни вокруг этого Ковчега, но и открой нам, Господь закрыл, и никто не смог уже больше открыть эту дверь. Небесный жених также затворяет и двери для неразумных дел, о чем мы тоже сегодня слышали, проспавших свой день благодати. И для всех неправедных, и для всего нечистого Господь затворяет двери. И однажды Он поставит, затворит эту дверь, что не войдет написано в Царстве Божьем Новый Иерусалим ничего нечистого, и ничто преданное мерзости и лжи, потому что Господь имеет всему свое время. Да, сегодня еще время благодати, сегодня еще день спасения, сегодня еще дверь открыта, друзья. Но помните о том, что однажды Господь закроет эту дверь, и уже никто не сможет отворить. И как мы поем в одной песне, что ходить, все будут от моря до моря, чтобы Слово Господне найти. Но не будет его, друзья. Вот о чем нужно помнить сегодня. Вот почему во свете того, что Господь и отворяет, и затворяет двери. Я хочу сегодня спросить всех нас, все ли мы уже находящиеся здесь? Все ли мы, кто меня слышит сейчас, вошли в эту дверь спасения, которая однажды также затворится? И Бог может ее закрыть в любой день и в любой час. Если нет, друзья, то поторопимся сегодня, дабы не опоздать, дабы не уподобиться тем людям, которые стучали в закрытую дверь Ноева Ковчега, но не смогли попасть, потому что Сам Господь затворил эту дверь. И далее Христос говорит, «Знаю твои дела, вот я творил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся от имени Моего. Знаю твои дела», сказал Господь и этой церкви. Хорошо ли мы чувствуем себя, друзья, при этих словах? Ведь Господь эти же слова. И сегодня говорит к нам, «Знаю твои дела». Как чувствуем мы сегодня, когда мы слышим эти слова Господа по отношению к нам? Церковь Филадельфии не была смущена этими словами. Эти слова Господа ее не испугали. Почему? Потому что она была верной церковью. Она была исполняющей Слово Господне, о чем мы чуть-чуть еще позже поговорим. Друзья мои, как мы сегодня себя чувствуем? Или, может быть, кому-то из нас при осознании вот этого, что Господь знает мои дела, нам приходится сегодня ужасаться. Бог знает все. Он даже знает все-все до мельчащих подробностей. Он знает, как я и ты, мои брат и сестра, заполнили свои, может быть, налоговые декларации, которые мы заполняем каждый год. Все ли мы там правильно сделали, указали. Господь все знает. Все наши дела. Он вполне ясно, определенно говорит, знаю твои дела. И дальше говорит, ты немного имеешь силы. Как точно Господь все взвешивает. Как точно Господь видит все, что мы имеем. Он видит, что при своих слабых силах церковь Филадельфии могла сделать не очень много. И он приходит, открывает дверь, и церковь смогла добиться чего-то большего, того, что он предусмотрел. Господь знает и сегодня, друзья мои, наши силы, наши способности. И он поручает и сегодня тот труд в соответствии с нашими силами, с тем, чем он наделил нас. Филадельфия, может быть, тоже не раздыхала и говорила, Господи, как я слаба. Если бы я могла выступить с большей силой, я могла бы достичь большего, я могла бы сделать большее. Друзья мои, но Господь, суть даже не в том, что она не имела много силы. Суть не в большом, может быть, вооружении, применении уже полученной Божьей силы. Церковь Филадельфии, она использовала свои силы для того, чтобы трудиться для Господа, для того, чтобы быть верной Ему. Она применяла свои силы на практике своей повседневной жизни. Их оказалось вполне достаточно для выполнения тех задач, которые предусмотрел для нее Господь. Это не значит, что мы должны вовсе не укрепляться в благодати Господа нашего Иисуса Христа, не укрепляться в силе нашего Господа. Но, друзья мои, даже с теми силами, которыми Господь наделяет нас, мы способны для труда. Мы способны для исполнения Божьей воли. И мы не только способны, мы обязаны делать то, что ожидает от нас Господь. И дальше он говорит, «И сохранил слово мое». Это была немалая похвала со стороны Господа для этой церкви. Если посмотреть на то, что происходило кругом, вокруг других церквях, помните, в Пергаме были некоторые, которые держались учения Валаама. Фиатира была научена Изавелью. Сардис получил увещание, «Помни, что ты принял и слышал». А вот в Филадельфии увещание никакого не нужно было. Потому что все то, что они приняли, было сохранено, было применено, друзья, и сохранилось. Ах, как немного сегодня в наши дни осталось тех детей Божьих, которые всецело продолжают стоять на истинах Слова Господня. Они увлекаются разными человеческими мнениями и авторитетами. И написано, «И не отрекся от имени моего». И эта церковь в Филадельфии не отреклась от имени Господа, Иисуса Христа. Может быть, церковь находилась в таких обстоятельствах, что ей тоже было непросто свидетельствовать другим людям. Может быть, открыто быть христианином означало быть предметом насмешек. Может быть, каких-то гонений, скорбей, а может быть, даже самой смерти. Но вместе с тем, мы видим, что эта церковь, она не смущалась, она не страшилась. Они поднимали свои головы, и они носили на челах своих и на всем, во всем своем образе, чудное имя Христово. Они всем своим поведением говорили, «Да, мы знаем, мы принадлежим Господу всецело, имя Его драгоценно для нас, и оно ценнее всего». Они не отреклись от Господа ни своими словами, ни делами. Мои, братья и сестры, сколько есть в наши дни таких верующих, которые, может быть, еще словами не отрекаются от Господа, которые, может быть, еще не делают так, как когда-то сделал апостол Петр, еще не говорят так явно, открыто о том, что Бога нет. Хотя и бывают некоторые индивидуумы, единицы. Но вместе с тем, основная часть еще не говорит, особенно вот в среде нашей, где мы живем. Но сколько сегодня среди нас тех, кто своими делами отрекается от Господа? Кто своей жизнью уже давно отрекся от Господа? О таких апостол Павел писал, имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся, таковых удаляйся. И затем Христос говорит, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Интересно, что в некоторых других переводах Библии данное выражение, «И как ты сохранил слово терпения моего, так? И как ты сохранил слово о терпеливом ожидании меня до конца?» Друзья мои, мы призваны сегодня к тому, чтобы терпеливо ожидать нашего Господа. Не так, как многие люди, о которых говорит апостол Петр, которые наглые ругатели, которые говорят, «Геобетование пришествия Иисуса Христа проходит столетия, проходит тысячелетия, он все еще не грядет». Но ожидать Господа – это значит не быть праздно стоящими, но быть рудящимися виноградниками Господним. Это значит желать этого, ждать исполнения пророчества Господнего и даже до самой смерти быть верными Христу, быть послушными Ему, быть трудящимися, исполняющими волю святую. Да, это бывает для нас очень непросто, но это то, к чему призывает нас Господь, и из-за этого Он вознаградил эту церковь Филадельфии, «Как ты сохранил слово терпения моего, как ты был верен мне, как ты, церковь Филадельфии, была верна мне, то я дальше...» Он говорит, послушайте, что дальше говорит Господь этой церкви, которая претерпела все и осталась победителем. Он говорит дальше, «Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть, другими словами, говорит, «Крепко держи веру, ту силу благодати, ту ревность, любовь к ближним, которыми ты обладаешь. Вот все, чем наделил тебя Господь, держи это, не упускай это, потому что венец может быть потерян, потому что венец кто-то другой может украсть, потому что венец твой может быть передан другому. Держи, что имеешь». И дальше он пишет так, «Побеждающего, побеждающего, заметьте, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Скажите, если на земле сегодня такой человек, такой может быть господин, который бы так щедро вознаграждал своих подданных, своих, может быть, слух, за, может быть, самую лучшую, лучше выполненную работу. Если сегодня на земле хотя бы один такой человек, безусловно, друзья, что мы не найдем, бесспорно не найдем. И люди, которые служат другому человеку, или даже дьяволу, они часто очень теряют все и теряют навсегда. Но, друзья, какая чудесная перспектива ожидает всех тех, кто является побеждающим, кто является верным, кто является сохранившим верность Господа, верность Господу до конца дней своей жизни. Неужели не стоит отречься от всего? Неужели, друзья, не стоит нам отказаться от многого того, что может лишить нас всего этого и с радостью следовать за Господом? Не важно, будет ли это, может быть, нам трудно, или, может быть, не очень, будем ли мы отвергнуты или приняты другими людьми, или, может быть, нас даже растопчут, или, наоборот, признают, друзья. Ведь самое главное быть всегда рядом с Господом. Самое главное нам не только сегодня здесь, на земле, быть рядом с Господом, но и однажды быть в вечности, быть удостойными венца и получить обещанную награду в вечности. Вот, друзья, что для нас самое важное, что для нас самое главное, вот к чему мы должны стремиться всю свою жизнь. Вот, взирая на эту церковь Филадельфии, хочется подражать ее верности, ее послушании Господу, тому, как она хранила Слово Господне, не отрекалась от Господа ни словом, ни делом своим. Доровал бы нам Господь, чтобы для каждого из нас это стало единственной целью нашей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!